Друзья, было время, я уже рассказывал вам о нескольких простых способах, как улучшить работу Wi-Fi. На ролик был огромнейший спрос, и я подумал, что хорошо было бы немного актуализировать данные и чуть больше углубиться в эту тему. На дворе 21 год, но при этом огромное количество людей в нашем мире каждый день и каждый час жалуются на плохую работу своего Wi-Fi роутера, ввиняя его во всех смертных грехах. Что с одной стороны вполне возможно может являться правдой, а с другой стороны не всегда. В этом видео я постараюсь максимально развернуто ответить на данный вопрос. И могу сразу сказать, ролик не будет маленьким, так как универсального решения в данном случае, к сожалению, нет никакого. Мы с вами пройдемся по всем 7 пунктам, которые я выделил и считаю имеют непосредственное значение в качественной работе нашего Wi-Fi. И в итоге, в конце этого видео, я уверен, что с беспроводным интернетом у большинства из вас дома уже больше никогда не возникнут проблемы. Вы на канале Девайт, и обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, ставьте лайки, и мы начинаем. Как обычно, давайте с вами начнем с самого простого и более очевидного. В первую очередь выберите современный, хороший, беспроводной маршрутизатор, то есть роутер. Цены на роутеры всегда были адекватные. До 40 долларов или 2800 рублей легко можно взять хороший, мощный двухдиапазонный Wi-Fi роутер. Для двухкомнатной квартиры его будет более чем достаточно. То, что многие провайдеры при подключении нового клиента бесплатно выдают ему в пользование новенький Wi-Fi роутер, это, конечно же, хорошо и прекрасный ход с точки зрения маркетинга. Но, как правило, это оборудование далеко не самое лучшее или современное, что может сильно сказаться на стабильности и скорости работы. Лучше один раз потратиться, но приобрести сразу хороший двухдиапазонный Wi-Fi роутер. Потратьте всего пару минут, зайдите на тот же Е-каталог, ограничьте цену до 3000 рублей и выбирайте. Лично я советую выбирать всеми нам любимый TP-Link, тот же Archer C6 или C6U. C1200 будет вообще отлично, но он там уже будет чуть дороже. Из недорогих еще можно посмотреть что-то из Asus, например, RT-AC1200 версия 2. Или RT-AC58UV3 или даже от Xiaomi Mi Wi-Fi роутер 4A гигаверсия. Помимо бренда, если есть потребность и больше средств, здесь можно гибко выбрать необходимые вам параметры. Выбрать тот же тип отключения, поддержка необходимых стандартов, выбрать нужный диапазонный частот. Нам, к слову, обязательно будет необходим двухдиапазонный. Также необходимы скоростя, количество антенн и еще много всего другого. Микроты, кстати, даже не думайте, они хороши с точки зрения маршрутизации и настроек, но достойным Wi-Fi они далеко не славятся. Не говоря уже о том, что если у вас iPhone, то про интернет вообще забудьте, микротики с ними не дружат. Также обратите свое внимание на количество портов RJ45. Они вам понадобятся для подключения по кабелю ваших дополнительных устройств, подключить тот же стационарный компьютер, приставку или телевизор. Далее, чем часто многие пользователи также пренебрегают, это правильным размещением Wi-Fi роутера в вашем помещении. Очень важно, чтобы устройство было способно покрыть всю область вашего помещения, в какой бы точке вы не находились. В комнате, на кухне или даже на балконе. Все современные роутеры в обязательном порядке регулярно сканируют радиоэфир, чтобы лучше работать. Тем самым все роутеры в вашем доме невольно гасят сигнал друг друга и мешают тем самым, опять же, друг другу нормально функционировать. Помимо стены, перегородок, микроволновок, наших с вами смартфонов и всех-всех Bluetooth-устройств, им приходится бороться еще и с этим. И в результате чего, в большинстве случаев, мы с вами получаем плохую скорость интернета или вовсе потерю сигнала. Поверьте, я все понимаю. Хороший ремонт, плюс знаю, как любят транспортировать кабель наши провайдеры. Но потратите лишние силы, средства и аккуратно, красиво заведите интернет-кабель в плюс-минус центр вашей квартиры или дома. Желательно на среднем уровне от потолка и пола. Антенны в домашних маршрутизаторах практически всегда все направлены. Можно представить, что от роутера сигнал расходится концентрическими кругами, постепенно ослабевая. Так что, если его расположить, например, в углу квартиры, то три четверти покрытия будет находиться за ее пределами. Бывает, что роутер просто некуда ставить. Это тоже абсолютно не проблема. Большинство из них оснащены специальными выемками для крепления их на стену. Модели сейчас современные, красивые, стильные и, поверьте, смотреться это будет современно и красиво. И обязательно следите за нормальной вентиляцией устройства. Оставляйте приток воздуха к корпусу. Он сделан не просто так с решетками и дырочками. Далее обновление ПО и прошивка вашего устройства. Об этом очевидном правиле тоже многие регулярно забывают, включая меня. Но чаще всего обновление ПО на всех устройствах помогает улучшить их работу. В большинстве случаев производители действительно обновляют драйвера и прошивки не для галочки. Разработчики проводят работу над ошибками, исправляют баги, допиливают то, на что изначально не было времени, так как горели сроки. Например, обновляют параметры для соответствия правилам отдельных стран и регионов, которые имеют свойство регулярно меняться. Да и в общем уже много раз говорилось, что любое сложное современное устройство это во многом ПО, а вовсе не железо. Воспользуйтесь встроенными механизмами обновления системы на самом роутере. В крайнем случае зайдите на сайт производителя, найдите по модели ваш роутер и скачайте последнюю версию прошивки и установите. Тоже процедуру стабильно проводите с драйверами ваших сетевых адаптеров на компьютерах и обновлением системы на смартфоне. Хуже точно не будет. Далее выберите оптимальный канал Wi-Fi. Сейчас есть отличных два современных стандарта Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц и 5 ГГц и 802.11ac только 5 ГГц. В частотном диапазоне 2,4 обеспечивается большая площадь покрытия, а именно дальность распространения сигнала или более широкий охват сигнала, чем при использовании диапазона 5 ГГц, но при этом более низкая скорость. В диапазоне 5 ГГц обеспечивается меньшая площадь покрытия, чем при использовании диапазона 2,4, но при этом выше скорость. Также другим значимым отличием диапазона 5 ГГц от 2,4 является то, что из-за меньшего использования устройств на частоте 5 ГГц этот диапазон имеет более свободный радиоэфир и большее количество каналов. Минимум 17 против максимум 13 в диапазоне 2,4 ГГц, что в свою очередь приводит к повышению стабильности и скорости соединения. Выводы здесь простые. Если у вас устройство поддерживает частоту 5 ГГц и вы находитесь к роутеру максимально близко, используйте частоту 5 ГГц. Если далеко и между роутером и вами больше одной стенки и еще там что-нибудь, более стабильно будет работать 2,4 ГГц. Следующее. Попытайтесь самостоятельно дополнительно настроить ваш Wi-Fi роутер. Современные роутеры достаточно гибкие в плане настроек. Попробуйте поставить автовыбор ширины канала. То есть 20 или 40 МГц для 2,4 ГГц и 20,40,80 или 20,40,80,160 МГц для 5 ГГц. Некоторые роутеры позволяют принудительно выставить максимально возможную ширину канала. Это иногда помогает, но далеко не всегда и не на всех устройствах. Если же, к примеру, вам важна больше стабильность подключения, а не скорость, то имеет больший смысл наоборот снизить ширину канала. Отключите нестандартные дополнительные технологии ускорения Wi-Fi. Попробуйте немного снизить или увеличить мощность радиомодуля. Когда вы находитесь дома, отключайте на своих мобильных смартфонах поиск 3G или 4G-сети. Это также гасит сигнал. Одним словом, экспериментируйте. В каждом устройстве при определенных условиях работы все индивидуально. По возможности подключайтесь по Ethernet-проводу. Не забивайте каналы устройствами, которые можно подключить к более быстрому интернету и отлично себе работать. Используйте дополнительные устройства. Например, Powerline Ethernet. Они позволяют передавать интернет между устройствами по вашей домашней беспроводной электрической сети, что потенциально может обеспечить лучшую скорость, чем любые другие беспроводные технологии. Это будет хорошее дополнение для вашей беспроводной сети. Используйте повторители, тот же ретранслятор, мост или усилитель в конце концов. Это устройство также подключается в розетку и расширяет диапазон действия вашей беспроводной сети. Данное устройство по беспроводной связи получает все данные и настройки с вашего Wi-Fi роутера. Использует то же имя сети и пароли и выдает айпишники с того же DHCP сервера. Их можно использовать даже не один, можно комбинировать мост с Powerline адаптером. В общем, вариантов решений данного вопроса на самом деле множество. Нужно просто выбрать для себя наиболее оптимальный. И народ, серьезно, не бойтесь экспериментировать. Как говорил классик, если долго мучиться, то что-нибудь обязательно да получится. Нет абсолютно ничего страшного, если что-то у вас там собьется или пропадет интернет вовсе. Вы всегда вольны воспользоваться кнопкой Reset, которая существует практически в любом современном роутере. Или зайти с компьютера на сам роутер и сбросить его к первоначальным заводским настройкам. И не начать все с чистого листа. Конечно, это далеко не все. Есть множество более сложно реализуемых вариантов для обычного пользователя или более дорогие решения вопроса, к примеру, приобретение точки доступа. Но, по моему мнению, если Wi-Fi роутер работает плохо, то лучше сначала начать с пунктов, о которых я рассказал, а уже после, если ничего не помогает переходить к тяжелой артиллерии. Но я уверен, что у вас все получится. Друзья, я очень надеюсь, что видео вам действительно понравилось и мои советы были для вас полезны. Если это так, тогда обязательно не поленитесь и поддержите это видео лайком. Буду за это вам очень благодарен. Пишите в комментариях, хотели бы вы услышать еще больше рекомендаций касательно этой темы. Если спрос будет большой, тогда я обязательно подготовлюсь и запишу для вас вторую, более сложную и действенную часть. Черканите и все будет. Обещаю. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны. Обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал The White U. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok